Дорогие друзья, дорогие слушающие, до слова сегодня. Буду читать из Матфея, 28 глава, 19-20 стих. Поэтому пойдите ко всем народам и сделайте их моими учениками. Крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа и учите их исполнять все, что я вам повелел. А я буду с вами во все время до скончания века. Да, вот такие слова сказал Иисус своим ученикам, уходя на небо к Отцу. Самое последнее, самое важное, то, что мы сказали бы, если бы оставили бы наше дело нашему домоправителю или фирму, если у нас имеем, передадим тому человеку, который дальше будет везти, или нашим сыновьям. Что скажем мы последние слова перед тем, как мы знаем, что мы уходим на веки с этой земли? И вот Иисус сказал им, что идите и делайте их учениками. Вот этим словом, идите, делайте их учениками, можно все это объединить. Здесь и крещение, здесь и научитесь, здесь и все, так сказать, для них сделать то, что нужно. Что? Чтобы они стали учениками. Ученики это те, которые каждый день утром читают, ищут Иисуса, молятся, говорят Ему, которые с Ним имеют общение, которые когда-то стали Его детьми, чтобы мы сделали их учениками. Интересно, и вот если прочитаете Деяние апостолов, первая глава, восьмой стих, когда на вас сойдет Святой Дух, вы получите силу, будете моими свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, в Самарии, до края земли. То есть для того, чтобы нам делать учениками, помогать людям, говорить им о Иисусе, чтобы они Его приняли, то нам нужно для этого иметь силу Духа. И эта сила Духа, о которой говорит здесь Иисус, это что-то самое такое, ну, важное в жизни, потому что без этой силы, если мы будем только нашим умом, нашей мудростью говорить, это не поможет. Нужно, чтобы Его сила Духа присутствовала. И Он сказал, на вас сойдет эта сила Духа, и вы будете идти из города в город до края земли, говорить людям о Христе, будете вести их к Богу. Это весьма-весьма важное слово. Ведь вы помните, как Иоанн Креститель, когда о нем шла речь, что было сказано Иисусом, что Он из всех пророков, которые были до Него, самый великий пророк. Но при этом Он наименьший в Царстве Божьем. Почему? Потому что Он не имел этой силы Духа Святого. Нам она дана. Бог нас, помещал нам идти с нами, и за счет силы Духа давать нам силу в жизни, говорить то, что нужно, говорить тогда, когда нужно, молчать тогда, когда нужно, и делать то, что Он от нас хочет. Это очень великое поручение. Мне хочется, чтобы мы каждый думали об этом, вот последние слова Иисуса были именно такими. И когда мы так настраиваем нашу жизнь, то мы понимаем, что Он нам каждый день нужен. Мы уже с утра молимся, Господи, помоги нам кому-то сказать добрую весть, самую счастливую весть в этой жизни, это Евангелие, благая весть, чтобы ее кому-то сказать. Для этого, может быть, в кармане должен быть маленький трактат, что-то написанное, что можно передать кому-то, может быть, картинка, которая объясняет, как принять Иисуса. И вот для этого нужно отложить остальные заботы, остальные заботы, которые нас подчас вот так угнетают. Давайте прочитаем филиппийцам 4 глава 6 стих. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Он говорит даже ни о чем не заботиться. Есть вещи, да, что купить надо, чтобы сегодня кушать, чтобы машина ходила, чтобы все было так, кстати, нужно в нашей жизни. Есть вещи, которые мы должны делать. Но при этом, я так понимаю это слово здесь, что самая главная забота должна быть о том, чтобы людям помочь прийти к Иисусу, чтобы они в вечности были с Ним. Это так важно, ведь это поручение Иисуса, последние слова Его, которые Он повелевал своим последователям. И для этого нужна, конечно, молитва. И вот вспомним, что Матфея сказано в 26 глава 41 стих. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Да, мы живем во плоти, плоть у нас немощна, у них всякие-всякие пожелания постоянно, но Дух сильный. Поэтому мы духом обращаемся к Господу, просим силы Его, мы бодрствуем, когда приходят не те мысли, когда приходят не те заботы, когда приходят не то, что нужно делать. И мы говорим, Господи, я хочу Тебе принадлежать. Я хочу всегда помнить о Твоих последних словах, которые Ты сказал. Помоги мне, кому мне сегодня сказать добрую весть, благую весть. Господи, Иисус, я Тебе принадлежу. И мы знаем, что молитва это такое сильное средство. Я прочитаю из Иакова 5 глава 16 стих. Признавайтесь друг перед другом в проступках, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Да, именно много может молитва праведного. Праведного это тот, который принял Иисуса Христа, который с Его силой идет по этой земле. Не потому, что Он все-все всегда делает правильно, а потому, что с Ним Иисус. Потому, что Он знает, что Он Его дитя. Он Ему поможет. Он с Ним общается с утра, приходит к Нему в молитве. Он приходит к Нему вечером. Он благодарит Ему. Если что-то случается, неправильно просит прощения. И идет дальше. Вот молитва такого человека, она может много-много совершать. Будем молиться. Интересно, Билли Грейм как-то, когда было много людей, покаялись, он на стадионе проповедовал. Они вышли вперед. Он был так исполнен Духа Святого. И когда надо было говорить молитву, какую молитву им повторять за Ним, он сказал, скажите просто Богу, я люблю тебя. Скажите Иисусу, Иисус, я люблю тебя. И вот они все это сказали. Потом Он, конечно, им и сказал молитву, чтобы они молились. И сказали, Бог, прости нам грехи, мы грешны перед тобой. Зайди в наше сердце, мы хотим тебе служить. Но сначала просто, Иисус, мы любим тебя. И вот это так здорово, когда мы можем сказать, если мы Его любим, Он будет с нами до конца дней, как здесь сказано. И будет нам помогать, присутствовать во всех наших делах. И это счастье быть и жить с Ним. Субтитры создавал DimaTorzok